Здравствуйте, дорогие друзья! Народная студия снова в эфире! Мы продолжаем рассказывать вам, как наши артисты готовятся к галоконцерту, который состоится 31 мая в парке культуры и отдыха «Зелёный остров». Во время финального шоу мы вновь запустим онлайн-голосование, и вы сможете поддержать своего любимого артиста. Ваши голоса суммируются с голосами экспертов и авторов проекта. Именно так мы узнаем имя победителя первого сезона Народной студии. А пока наши участники мечтают о победе и строят планы на будущее. Ну и между делом внимательно слушают экспертов и выбирают финальную песню. В сегодняшней программе этим займутся Дмитрий Петин, Татьяна Дончишина и вокальный коллектив «Джем». Ночь летела красивая чёрная, Разметала звёзды по платью, Глаза в глаза смотрела в городу сонному. Надеюсь, что это его, я думаю, у него ни одна песня не другая такая. И петь самому можно, в общем, и раздавать, можно и продавать. Я не знаю, это как получится. Всё стильно, всё нормально. Обаятельно очень. Единственное, конечно, сложно в концерте вот такой номер, особенно в опен-эре, тяжело будет для публики. Лучше, конечно, с командой. В таком концерте в большом, о котором идёт речь, это несложно. Если с командой выйдет такой человек, это будет по-другому всё звучит. А может с точностью и наоборот? Он достучится один. Мне кажется, да. Нет? Ты думаешь, нет? Просто если бы это было более камерно, скажем, да, какой-то зал, а если это на самом деле открытая... Площадка, он достучится, вы что, ребята? Он убедителен абсолютно. Не надо, не надо. Да нет, никто не говорит, это же как предложение. Предложение, да. Я согласен с тем, что мне необходимо музыкальное сопровождение, поскольку когда-то у меня были два коллектива и очень много песен, вот из которых, в принципе, я написал, я успел записать с командой. И сейчас, если будет такая возможность сыграть ещё раз с ритм-секцией, со второй гитарой, я буду только за, я буду этому рад. Поэтому я предложение жюри поддерживаю. И он согласен с этим. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Что-то приготовили ещё, да? Да, сегодня я спою одну песню, которую написал 10 лет тому назад. Забавная, романтическая вещь. Работаем. Судопись идёт, пожалуйста. Словно не было прежде, не видели, не знали. Пробегали, проносились, бесконечно пролетали. Дороги, светофоры, улицы, дома. Мимо, вроде тоже жили мимо. Пустую говорили, да, жизнь плыла, уныло. Всё туманом было, но дороги однажды пересеклись. Ты прекрасная ночь, холодная тень. Смеёшься в лицо, мы роли играли. Запутанные, невидимые. Начинаем разбег, уходя по спирали. Прекрасно, прекрасно, что я могу сказать. Дмитрий, вопрос. Всё-таки не было желания попробовать с живой группой? Есть желание. Если таковая, вот я вот так её сделал бы в стиле с элементами регги, вот что-то такое, блюзово. Она в рогушник прям, она звучит прекрасно. Ну, слабые нотки. Я сразу представляю, что если туда посадить, то есть как минимум барабанщика, уже всё по-другому будет звучать. Я согласен. Поэтому я вам предлагаю всё-таки попробовать вариантный галоконцерт и сыграть именно с живым коллективом. Смелость надо определённо иметь. Девять петь Агузарова. Получилось и нет. Получилось. Сдерживает её, конечно, то, что она сейчас на записи находится, да? Так бы она, конечно, в тайне. Она бы, мне кажется, ох, тут сейчас бы зажгла. Внутри это есть. Немножко есть там штуки такие, хочется немножко по-разнообразным, что ли, да? Чисто вот такие вокальные какие-то ходы. По-хулиганить. По-хулиганить. Именно не только во внешнем таком проявлении, а и голосом. Нет, главное, тембрально она попала совершенно. Да. Говорят, смелость надо иметь, чтобы петь Агузарова. Не знаю, я как-то даже вообще не задумывалась по этому поводу, просто, мне кажется, у меня действительно, может быть, вот, ну, конкретно в этой песне как-то тембрально она мне вот так вот подошла. Просто она сама по себе там повторяется всё время на и та же мелодии. Она как бы достаточно однообразная, она яркая, конечно, но всё время вот повторяется один и тот же музыкальный фрагмент. И, конечно, да, наверное, можно было как-то вот добавить там какие-то разные, не знаю, вокализы, может быть, какие-то распевки, там, мелизмы, ещё что-то. Пробовали ли вы как-то в каком-то, ну, немножко другом формате выступать? Иметь в виду, что не сольно, может быть, в составе какого-нибудь коллектива, там, может, группой там с какой-то? Ну, небольшой совсем у меня был опыт, совсем прям недолгое время мы работали, да, с музыкантами. Данчишина, Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Подготовила нам несколько песен, пожалуйста. Не жилей, а не о чём, я тебя не жду назад, Я серебряным песком замету дорожку в сад, Я пернатым воробьям подарю свой непокон, Свои окна от тебя за навешу кисеёй, А когда придёт метель, я дорожку проведу, Золотую карусель потихоньку заведу. Так, следующая песенка. Мы разбиваемся, да? Пожалуйста. За сожаления на губах Зависли в неправильных городах Звонки телефонные под луном Границы условные, я с тобой Смотри меня, смотри в меня Останься Прости меня За слабости За то, что я Так странно и отчаянно Люблю Ну и ещё один трек у вас, да? Давайте попробуем его. Моей огромной любви Хватит нам двоим с головою Хочешь в море с парусами, А хочешь музык новых самых Хочешь я убью соседей, Что мешаю спать Ну, в общем, понятно. Ваше стремление петь Красивые, мелодичные... Ну, мы можем джаз, давайте джаз споём. Ну, давайте попробуем. А тискет, а тискет А brown and yellow basket I sent a letter to my mommy All the way I dropped it I dropped it, I dropped it Yes, all the way I dropped it A little girl, it picked it up And put it in her pocket She was talking all down They knew Nothing, nothing to do She went back-back-backin' all around When she spied it on the ground She took it, she took it My little yellow basket And if she does not greeting back I think that I will die Спасибо за песню У моря, у синего моря Шива-дуба-па-па-па На самом деле это самый сложный вокальный жанр, поэтому с точки зрения вокала даже не надо начинать обсуждать самый сложный. Конечно. Нет, я не говорю, что мне не нравится. Мне нравится, я говорю, что столько... Я не очень понимаю, почему нас все время втягивают в какие-то обсуждения очевидных вещей. Я очень рад, что в Омске есть, я не знаю, сколько таких коллективов, но вот этот уже есть, уже это радует. Не так много коллективов, работающих качественно именно в этом жанре, абсолютно точно. Эти люди музыкальные очень, они профессионалы, они делают все... Да, это очень профессионально. Очень искренне, очень красиво, очень вкусно, очень убедительно. То есть, как минимум, Омск не исключение. И это радует. Здесь, уже если двигаться дальше, то это должно быть шоу. Это должно быть шоу. То есть, если люди забрались вот в этот поезд, который профессиональный, петь они уже умеют, да, скажем так. Теперь вот это нужно... Оформлять. Оформлять. И это нужно подавать. Подавать, да. Лидеры мировые, они еще при всем при этом умудряются художественно это все, вплоть до каких-то цирковых номеров даже. Ну, это очень сложно, просто чисто петь в этом случае, держать общий строй и еще что-то вытворять. Тогда это... Это уровень. Нет, ну, это в идеале. В идеале-то. Ну, я думаю, что Виталий имел на самом деле не то, что это вы должны сделать, а то что вокруг вас. Ну, да, естественно. Абсолютно согласна, я согласна, что нам нужна помощь именно для поддержания, да? Режиссера. Режиссера, да. Да, какие-то постановочные номера. Костюмы. Что-то, может быть, там, руками. Мы об этом и думали всегда. Движения. Мы так давно объединились, но мы уже об этом думали, да? Наверное, просто в студии сложно так вот как-то сразу же одновременно сниматься, держать партию и еще показывать какие-то движения. Нас оценили как профессионалов, да? Спасибо большое. Очень. Так, все, пожалуйста, работаем. Что тут скажешь, профессиональный коллектив? Беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-беса-б Давайте попробуем следующее произведение послушать. Соседа, да? Давайте соседа, ага. Ну что будем делать дальше? Здесь какой-то ленинградские мосты, что это такое? Когда мы были молоды, родили мы по городу, Встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, Что лучший мост, а места встречи нет. День неповторим, я один встречал любимую, Почти всегда на каменном мосту. Другой председар, у меня на первое свидание На Троицком стоял, как на воскуте. На наш сайт продолжают поступать заявки на участие в народной студии. Мы очень рады, что вы так активно готовы участвовать в нашем проекте. И с удовольствием пригласим вас на съемки нового сезона, но в августе этого года. Народная студия открыта для всех талантливых людей Омска. Смотрите нашу передачу и приходите 31 мая на Зеленый остров. Шоу будет грандиозным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова